В Москве подвели итоги первого этапа международного конкурса «Уроки Победы». Среди участников 62 – педагога из Чувашии. В числе лучших работ – социальный проект учителя Буинской школы и Бресенского района Надежды Сари. Для этих юных исследователей урок «Победы» длится не 45 минут, как положено в школьном расписании. Это урок на многие годы. Ребята из Буинской школы со своим руководителем Надеждой Сарлеева создают по крупицам истории своих героев. Не случайно их поисковый отряд так и называется «Память». Очень горд, что я вместе со своими друзьями и со своим руководителем Надеждой Ракадьевной выезжаю на всякие разные мероприятия, разные конкурсы. Особенно запомнился выезд в Шумерлю, в Сурский рубеж. Доставило море эмоций. Мы занимались реконструкцией боя. Мы с моим другом были ранеными солдатами. Тяжело давалось, потому что я представил, насколько это было на самом деле тяжело. Поисковики приносят свои находки в школьный музей, вносят в карты собранную информацию, детально записывают беседы с ветеранами. Все для того, чтобы сохранить историческую память. Победа в конкурсе – стимул двигаться дальше, считает руководитель проекта. В этом году наша страна празднует 75-летие Победы. Это великая дата. И мы тоже хотим оставить свой след в истории нашей страны. В этом году мы планируем проводить мероприятие приуроченное 75-летие Победы. Мы с учениками нашей школы, поисковиками, хотим попасть на экспедицию в поисковый фронт. Шаг за шагом ребята уверенно идут по следам боевых сражений целых армий, дивизий, отдельных батальонов. Школьники восстанавливают историю 39-го саперного батальона по архивным материалам и воспоминаниям сторожилов Буинска. Это очень увлекательно. В проекте 2019 года мне эта тема очень интересна, поэтому я в него и вступил. Мне нравится посещать разные места, изучать историю. Такие проекты существуют для того, чтобы Россия нашла своих героев, никогда их не забывала. Это память, это история, это очень важно. Найти родственников героев, упомянутых в документах, проследить их судьбы с помощью интернета стало намного проще. Так активная участница поискового отряда в социальных сетях Нелли Ахмедзянова нашла информацию о своем прадедушке и помогает теперь другим. Твой дедушка воевал, твоя бабушка воевала. Не хочешь ли ты узнать, как там все это было? Я буду активным гражданином. Я кадет, ученица кадетского класса. Считаю то, что это почетно и нужно как-то свои погоны почетно представлять. Поэтому и истории получаются очень личными и оттого еще более убедительными. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда.